Си-Джей Энтус Хаш Парк Су-Ху 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 Безусловно придется очень сложно Я думаю, что Хаш проиграет Может быть даже разгромно Но вот если будет несерьезное отношение от Донга к сопернику То наверняка ему будет достаточно сложно одержать победу в этом матче Потому что Хаш все-таки парень непростой Ну что Первый сет на руинах Сероса Вы видите кроссриспауны Попрыгал сначала немножко оракулами Туда-сюда Хаш Побросал тени Но так никуда и не телепортировался Затем прилетел оракулом Несмотря на то, что Хаш Ну, видел вроде как Что у Дон Грэгу нет спорок Да, Донг там Не особо вообще Парился по поводу Споровых колоний По поводу как раз прилета оракула Вот несмотря на это обстоятельство Толком-то и ничего не добился Хаш всего-навсего Три дрона потеряно Зергам Это абсолютно не то количество Которое мог бы потерять Донг Вот при таком невнимательном отношении К агрессии соперника Ну и у Донга делается лейр И 30 собак Которые явно делаются Именно для противодействия вот этим адептам Очень четко пока отыгрывает Дон Грэгу И адептов он явно может поймать Но под двумя оракулами Он безусловно не рискует этого делать Королева сейчас отступает под третью базу Но не успевает уйти от огня оракула И до сих пор у Донга нет споровой колонии Ну он конечно большой счастливчик Что у оракулов здесь уже закончилась мана Ну и один оракул как мы видим был уничтожен Споровая колония достроилась И как раз таким плевком Одним единственным Но очень точным Сумела оставить оракулы не у дел На третьей базе конечно уже все схвачено У процесса туда зерклингом даже нет смысла забегать Но есть смысл безусловно вот так Пощелкать пробочек Благо это почти бесплатно А процессу надо подработать свои роллипоинты Таким образом что пробки там перестали Ехать по кругу Потому что можно их аккуратно переводить Именно на ближний кристалл Делается уже мув роучем и гидролизгд Но Дон Грайгу пока то что он исполняет Очень сильно похоже на тайминговую атаку Гидролизгами, роучами и реведжерами Вот как раз Нечто подобное Мы много раз уже видели в исполнении корейских зергов И поэтому Вполне логично что именно такой вариант игры Выбирает Дон Грайгу Что касается протаса То от него мы видим апгрейд на атаку и блинк Ну такой немножечко Немножечко Устаревший можно сказать Вариант игры из Heart of the Swarm Кстати обратите внимание Дон Грайгу все таки лёркер Дэн делает Поэтому у нас не будет Тайминговой атаки к гидролизгскими, роучами и реведжерами Просто потому что один из важнейших элементов А именно апгрейд на дальность атаки к гидролизгам И на скорость их перемещения Здесь очевидно не успеет Учитывая то что делается именно лёркер Дэн Интересное решение Причем сейчас прилетев оракулом Хаш должен был заметить Что это именно лёркер Дэн Что ему стоит ожидать люры от соперника Посмотрим Интересно будет посмотреть на то Как люркеров будет использовать сейчас Донг Потому что в целом корейцы предпочитают Сначала отыгрывать вот на большом количестве Гидророуч и реведжеров И на люркеров прям серьезной ставки В самом начале не делать Потом да Потом уже как-нибудь люркеров добавлять можно Но вот такая быстрая люра Это что-то довольно оригинальное Как и довольно оригинально выглядит вот этот выход Протоса У него конечно есть блинг Но по-моему нет особых оснований Сейчас пытаться пробить оборону соперника Хаш еще и глупости надел Похоже он не отменил телепорт адептовый Поэтому как минимум один адепт там был уничтожен Просто телепортировавшись прямо на территорию зерга Блюркер Дэн уже готов Причем до сих пор не заказывается апгрейд для Гидролисков И по-моему Хашу здесь уже ловить вообще нечего Очень забавно Что Хаш со мной настолько не согласен Что он как раз заходит на крит Но не знаю Это выглядит очень рискованным решением Слабо оправданным Потому что ничего тут особо Протос все равно не добьется А вот Сентрия уже теряет В итоге Трех Сентрия он просто увез в призме В общем довольно странно отыграл тут Хаш Потому что Опять же особых шансов чего-то добиться у него уже не было Он очень активно пытался Но Понятно что Дон Грайгу его просто отправил в освоясь И сейчас Дон Грайгу идет вперед уже сам с люркерами В это время у него делается шпиль Что очень интересно Потому что до заказа одни спидлинги Я так понимаю будет переход в Муталийск Вообще чертовски логично выглядит сейчас то Что делает Дон Грайгу Потому что построив люркеров Он заставляет соперника отказаться от Блинг Сталкеров В пользу Чарль Зилот И как раз сейчас мы должны видеть Массовый товар Чарль Зилотова Производство Имморталов В то время как против Муталийсков Понятное дело ни то ни другое не работает Да, очевидным сейчас выглядят переходы Именно в Муталийского Дон Грайгу Причем Можно их даже не слишком много построить Но все равно сейчас сталкеров будет не хватать Протосу Потому что у него кругом идет до варп именно Зилотовы Даже если как-то вот от этой волны отобьется хаш Хотя по-моему Дон Кого может сейчас запросто сбрить Вот просто с первыми люркерами Дальше Я абсолютно убежден Что до заказа Муталийсков Станет практически смертельным для Протоса Тихонько начинает терять варпгейты Уже хаш Сразу два варпгейта Буквально в считанные секунды были уничтожены Появляется Мазершип Кор И возможно вместе с ним сейчас попробует пойти в атаку Протос Да, Протос идет в атаку Пошел до варп Чарль Силотов на поле боя Вышло довольно много имморталов Но там по-прежнему три люркера С которыми пока непонятно сможет ли что-то сделать хаш Хаш пытается с варпризмом подмикривать Но откровенно говоря выходит не очень здорово У Дон Га уже пошел до заказа Муталийсков И Муталийски уже направляются на мейн к Протосу Поэтому хаш очевидно проиграл Тут уже даже вопрос не в том Отобьется он от люркера или нет Вопрос в том, что у него нет продакшена Какого бы то ни было Чтобы противостоять Муталийскам Какой-то непонятный товар бзил это в минеральную линию И на этом первый сет заканчивается GG 1-0 в пользу Дон Граегу И пока грустный-грустный зерг Выглядит очень здорово в этом поединке На классе На классе он разобрался со своим соперником Но это был только первый сет Напомню, у нас матчап Best of Five И впереди еще карты Dusk Towers и Orbital Shipyard На этих картах, конечно, Протосу будет намного проще Руины Сероса это, ну, наверное, нейтральная карта Как для того маппула, который Есть в этом поединке Потому что есть еще Лирилак Крест И, насколько я понимаю, никуда не делись Терраса Приона И, ну, Терраса Приона это вообще понятно Имбалансная фактически карта в пользу зерга Очень-очень-очень-очень сильная Ну, а что касается Лирилака То он в текущем своем варианте Немножечко удобнее для зерга Чем Руины Сероса Поэтому Руины Сероса, опять же Это была самая-самая нейтральная карта На которую Протос проиграл Ну, а сейчас мы отправляемся как раз на карту Самую, что ни на есть Протосовскую Это карта Dusk Towers Именно здесь, слева внизу Появился представитель команды CJ Anthos Это Хаш Он же Бонг Под этим никнеймом Этот Протос выступал еще во времена Брудвара Пвп-снайпер своей команды на пролиге И человек, которому сейчас предстоит выиграть Ну, три сета из следующих пяти В битве с экс-чемпионом GSL Дон Грэгу Который сейчас никакую команду не представляет Именно поэтому он может позволить себе прийти в свитерке Пока все остальные вынуждены кутаться в пуховики И умирать от холода Как известно в студии Африка ТВ Температура стабильна в районе минус пяти Чтобы корейские прогеймеры понимали Как плохо живется голодающим детям Африки Так вот, как раз Дон Грэгу имеет возможность Спокойно надеть свитерок И не париться по поводу необходимости пиарить каких-то спонсоров Показывать все эти нашивки На своих футболках, куртках и всем остальном Так что Дон Грэгу как настоящий царь Пришел в студию Африки Ну и пока видно, что играется ему немножечко комфортнее в этом поединке Две хачьи до пула вот, например, взял и поставил во втором сете Просто на раз-два Спрашивают, разве не Зест является секс-чемпионом GSL? Ну, не знаю, мне кажется, что секс-чемпион GSL у каждого свой Потому что для кого-то это Зест, для кого-то это Бомбер Пусть он никогда на GSL не побеждал Но в данном случае В данном случае у нас есть экс-чемпион Которым является Дон Грэгу Ну а Хаша вообще до какого бы то ни было чемпиона Мне кажется, очень далеко Мне интересно, а есть ли у нас в прямом эфире зрители Которые действительно переживают, болеют за Хаша Вот в корейском StarCraft есть все-таки немало таких, знаете, очень обезличенных для нас игроков То есть тот же Дон Грэгу, например, является очень известным зергом У него много болельщиков, я думаю, в нашем комьюнити И тем более по всему миру А вот такие ребята, как Хаш, ну, они сыграли там в своей жизни, я не знаю 20-30 ТВ-матчей, из которых 2 трети проиграли Вот Хаш мог запомниться только по каким-то хорошим ПВП на пролиге и все Поэтому я даже не представляю Может ли за него в теории вообще кто-то болеть За человека, который, ну, действительно, учитывая то, что все корейцы для многих на одно лицо Вот за таких ребят, как Хаш, мне кажется, вообще мало кто болеет Ну, кто-то говорит, я поставил на Хаша, поэтому за него болею Это понятно Вот человек, у которого тоже есть 007 в никнейме Ему особый привет Зевс 007 говорит, что он тоже за Хаша А кто-то пишет, топишь за Хаша в голове каша Да, понятно, все с вами Хорошо, в общем, есть люди, которые болеют за Хаша, но их довольно мало Если вы болеете за Хаша, то должны поболеть за этих двух адептов Которые зашли, на мой взгляд, очень здорово Ну, понятно, что у Дон Грэгу были две хаты до пула, поэтому для него несколько проблемными являются эти адепты Но все равно не настолько, чтобы отдавать на них сразу восемь дронов Тут еще и Оракул прилетает Ну, я не хочу быть слишком категоричным, но это уже 1-1, честно говоря Просто контраст, да, по сравнению с предыдущей игрой Там два адепта и Оракул на двоих наубивали трех дронов А здесь два адепта и Оракул на троих Да, на троих все-таки, а не на двоих Ну, там только Оракул убивал, поэтому даже можно сказать на одного А здесь вот на троих наубивали 15 дронов В данный момент у Протаса 41 на 36 Нет, конечно, Дон Грэгу, в принципе, вполне себе может еще отыграться Но ситуация для него очень сложная Тут, понимаете, сразу три фактора, которые изменились по сравнению с предыдущей игрой Хотя вроде билды могут показаться абсолютно одинаковые Но у Зерга были две хаты до пула, поэтому чуть-чуть опоздали его королевы Не сумели они адептов перехватить заранее и пустили в саму минеральную линию Это первый фактор Второй фактор, что все-таки карта другая И Даск Тауэрс, карта Протасовская во всех отношениях Здесь в том числе намного проще играть через адептов и Оракулов Ну и, наконец, третий фактор Это уже фактор ошибки самого Дон Грэгу Который, в принципе, при двух хатах до пула абсолютно не должен был терять 15 рабов И, ладно, там адепты, но против Оракула, которого он должен был разведать своим Оверлордом Оверлордом точно залетал на мейн, мы это видели Так вот, против этого... Против этих Оракулов споровые мать их колонии должны быть Дон Грэгу вообще как? Помнит, как в Старкрафт играть? Ну елки-палки Ну что это за халтура такая? То есть он просто сэкономил, дважды причем на справых колониях На двух локациях он справые колонии не поставил И в итоге он отдал на этом еще 12 рабов Таким образом, в сумме он отдал почти 30 Да, в это время хорошее забегание Дергенгов Но вот смотрите, что получается Дон Грэгу там инвестировал в 30 собак ради того, чтобы забрать 8 пробы к сопернику А соперник сам просто летает двумя Оракулами И как будто бы дань собирает Уже почти 30-ник уничтожил соперника В плохом положении Дон Грэгу, думается, это довольно очевидно сейчас Ну и очень похоже на то, что Хаш собирается с блинком пойти в атаку Но на этот раз уже более серьезно На этот раз с более серьезными шансами на успех Пока у него всего 6 гейтвеев Но понятно, что можно еще немножко добавить Минус один дрон тем временем На этот раз спорки уже везде готовы С чем мы Дон Грэгу поздравляем Вот если бы он то же самое абсолютно сделал давным-давно Если бы он абсолютно то же самое сделал еще когда прилетал самый первый Оракул То сейчас игра была бы совсем в другом положении для Донга Ну а так не знаю Мне кажется Хашу надо просто закончить игру тайминговой атакой и все Тут нет смысла выводить игру в макро Потому что именно на карте Dusk Towers Хоть она в целом и протасовская Зерк может очень удобно посидеть дома с левоферами Хорошо сидим Да, можно будет сказать Потому что зерк действительно очень хорошо сидит на этой карте Просто построив люркеров Очень хорошо сидит Защищает 4 базы Правда 4-ю видим Немножечко не там поставил Дон Грэгу Чтобы ее Лерой было удобно защищать Не знаю с чем это решение связано Но Наверное это не так важно Все равно это четвертую Так или иначе Хашу бьет Да, так просто он ее сопернику не даст Ну и дальше у Хаша Templar Archive Строятся имморталы Не знаю почему он не хочет закончить эту игру тайминговой атакой Потому что он даже по лимиту сейчас существенно впереди И давать сопернику время Давать сопернику возможность перейти в люру В такой ситуации Это дать шанс Причем очень серьезный шанс Донгу Поскольку опять таки люркеры Да, вот такую четвертую В очень суровой оборонительной зеркерской позиции Они могут прикрывать здорово Бедняги зерглинги Оказались в ловушке Нееет Ну все Зерглинги теперь заперты Там на хайграунде Очень коварен Хаш Смотрите, вместо того чтобы убить зерглингов Он решил их запереть Чтобы они там сами от возраста погибли Я не знаю Было бы интересно Если бы в Старкрафте юниты погибали от возраста Если бы там какие-то зерглинги Могли жить только несколько минут Слушайте, по-моему у меня есть гениальная идея Как можно превратить Старкрафт в очень агрессивную игру Давайте поговорим о ней как-нибудь потом Но, по-моему, гениальность этой идеи просто зашкаливает Пока лучше посмотрим, как пытаются спасти Своих роучей собственными реведжерами Дон Грайгу Пробивая форсфилды Пробивая эти ледяные стенки В которых роучей закрыли Пытаются теперь спасти Дон Грайгу Своих зерглингов Видите, как дух товарищества развит у юнитов Донга Вся армия, просто весь лимит зерга Сейчас пытался пробить камешки Ради того, чтобы спасти пару собачек Ну, на самом деле, конечно, не ради этого Ради того, чтобы люркеры там в очень удачной позиции закопались Но, смотрите, как красиво сейчас Хаш придумал Варпризма у него заходит на хайграунд И нападает он очень здорово С трех сторон Ну, тут, безусловно, все сделано на высшем уровне Но, конечно, стоит отметить все-таки тот факт Что Хаш имел огромное преимущество Поэтому в такой ситуации Ну, он просто его красиво реализовал То, что он должен был победить в этом сражении Это, по-моему, довольно очевидно Тем временем, спорки нет на четвертой локации Да, Донг Донг продолжает очень уверенно Не то, что наступать на граблю Он прям перед собой так бросает граблю И с чувством так С толком, с расстановкой С размахом, я бы даже сказал Отправляет туда сразу обе ноги Так вот это примерно выглядит Сейчас в моих глазах, по крайней мере Ну и Хаш по-прежнему играется в супер-макро-протоса Сейфовая реализация преимущества 6-6-6 На мой взгляд, это совершенно излишнее В игре против соперника, которого ты Ну, в целом, не намного сильнее, как минимум А скорее даже слабее будешь Потому что просто чем дольше длится игра Тем больше шансов ты даешь сопернику на то, чтобы вернуться в игру Реализовывать свое преимущество нужно именно тайминговой атакой Ну и Хаш Кажется, наконец созрел, да Созрел Хаш для того, чтобы прийти уже на базы к Донгу Ну и понятно, что Донгу тут необычайно сложно отбиться Исход этой игры фактически был предрешен первыми двумя оракулами Ну и до этого частично адептами GG 1-1 на удобной протосовской карте Хаш быстро сравнивает счет И делает могучий, богатырский глоток Hot 6 Ну или, может быть, не самого энергетика А того, что у него в этой баночке С этикеткой Hot 6 Потому что, естественно, игроков никто не будет заставлять Пить напиток от спонсоров, если он им не нравится Если нравится, то на здоровье Если не нравится, то В эту баночку, понятно, можно будет Можно было, точнее, налить что-то свое Итак, счет 1-1 Хаш немножечко поправил свое положение Донг может продолжать грустить Хотя он и без того, конечно Ужасно, ужасно, ужасно грустный Ну посмотрите, ну что такое с Донгом Может это потому, что у него Потому что он очки снял и линзы надел Или что? Я не понимаю вообще Помните вообще этого весельчака Донга Который все время в очках раньше был Он так постоянно улыбался Там так что-то какие-то мордочки строил Еще вот особенно В том самом финале GSL В финале первого сезона 2012 года Как сейчас помню MVP Дон Грайгу против MVP Genius'а Если вы еще помните такого игрока Между прочим, победителя Близкона 2010 года Если я сейчас ничего не перепутал А вроде не должен был Там такой был просто финал GSL И так постоянно улыбались Троллили друг друга Дон Грайгу и Genius Хотя финал ведь самого престижного турнира мира Такой суперответственный матч А сейчас, господи, какой-то матч GSL Cold Day И Дон Грайгу снижен Против протаса играть в StarCraft Против протаса Сиджентус Хаша Который появился слева-сверху на карте террасы Приона Ну хоть карта должна заставить Дон Грайгу Немножко повеселеть Дон Грайгу Зерг без команды Появился справа внизу Ну хотя бы он убрал траурное выражение лица И сейчас оно выглядит как просто нейтральное Уже хорошо Хотя, по-моему, у зерга должна, знаете, такая Хитрая улыбочка проскальзывать Когда они ставят хэтчи на золоте Впрочем, да, хитрую улыбочку можно отменять Потому что у соперника два гейта И вот это как раз довольно опасно для Донга Потому что он поставил хэтчери извне И отбиваться от адепта вы там и там Ему будет не очень просто Тут, безусловно, Донгу есть над чем подумать Есть что поделать Для того, чтобы лучше подготовиться как раз к адептам И что сейчас Донг будет делать? Вот в идеале, конечно, ему бы не дать сопернику поставить золото Но я не знаю, куда поехал Донг Это большая ошибка, мне кажется Он должен был как раз дроном смотреть Чтоб пробка не выезжала ставить Нексус на золоте Потому что понятно ведь, что с двумя гейтами С масс-адептами свое золото защитить Вероятнее всего Хаш сможет И стоило бы заставить его влепить Нексус у себя дома на натурале Ну, Донг, по-моему, ошибся в этом эпизоде Ладно В любом случае, это не самый важный момент игры Самый важный момент игры, это, конечно, момент вот С защитой золотой базы зерга С обороной от первых двух адептов Поскольку адепты, конечно, очень страшные ребята Особенно, когда расстояние между локациями зерга вот такое Столь серьезные, плюс вне крипа придется перемещаться зерлингом Королевы, конечно, не дуры Вне крипа ходить вообще никуда не будут Поэтому королевы останутся на своих местах Но вот адепты уже заняли такую позицию Меж двух баз Меж двух зерговских огней Будут ли они телепортироваться на мейн? Сейчас посмотрим Нет, видимо, не будут Потому что там как раз королева еще одна есть Ну и у Донга скоро будет готов апгрейд на мувлингом Но тут четыре адепта уже сейчас есть И дальше ставится Twilight Судя по всему, дальше будет продолжение как раз адептовских историй Я отказываюсь верить в то, что это просто быстрый блинг при опенинге через два гейта 15 секунд осталось Донгу до мува потерпеть Правда, этих лингов все равно недостаточно для того, чтобы справиться с адептами И вот сейчас адепты могли бы телепортироваться Но Хаш тут нашел очень интересную такую штуку Он нашел вторую хэч и на золоте И, судя по всему, для него это является таким веским основанием Подумать еще раз хорошо над своими планами И, возможно, он очень хочет сохранить адептов на будущее То есть он ими уже соперника здорово напряг И теперь, считает Хаш, пришло время оборонительной игры Теперь пришло время того, чтобы этих адептов сохранить До момента, когда появится апгрейд на скорость атаки И если именно эта причина отступления То она мне видится очень логичной, очень верной Поскольку, действительно, Хашу желательно поберечь адептов Для того, чтобы тайминговая атака получилась очень мощной Дон Грэгу тем временем снова, как и на руинах Сероса Попробует дропнуть просто с одного оверлорда Там, ой, криво, по-моему, адепт стоит Но Хаш в последний момент среагировал Адепта переставил И теперь у него снова все схвачено Ну что, насколько успешным будет дроп Донга Тут все зависит от того Есть варп сейчас или кулдаун на варпгейтах у Хаша Потому что, если там кулдаун То Мазершипкор достаточно быстро вернуться на мы Не сможет, чтобы бросить пилон верчатшей Не просто будет отбиваться Хашу Ставится прям прокси пилон Так что тут все очень серьезно Я думаю, сейчас адепты могут, могут телепортироваться Но по какой-то причине Хаш не решился Ждет еще своего момента Дон Грайгу Слушайте, там строятся все новые и новые гиты Такое ощущение, что это просто масс-масс-масс адепта И больше ничего Но пока нет апгрейда Ааа, вот в чем дело Нет еще апгрейда на скорость атаки адептам И Донг очень своевременно, обратите внимание, дропнулся Но в это время обманул и Хаш своего соперника Обманул его королев Оказался на золотой локации И Хаш потерял дома целых 10 пробок Это, конечно, ужасные потери Но стоит сразу сказать, что это потери для протаса не фатальные Потому что у него есть золото И, как следствие, есть очень хороший довар Здесь появляются первые роучи Но и они уже наполучали от адептов И телепорт на второе золото, естественно, пошел Отсюда тоже приходится уводить дронов Просто фокус спайнкраулера Смотрите, какой ДПС у адептов-то по зданиям Очень даже не дурный Не спешит Я думаю, не стоит Хашу телепортироваться Сейчас действительно он отменяет телепорта Какой смысл? Снова фокус санки Сейчас принимает Донг роучилингами этих адептов Но адептами можно дронов было бы пофокусить Почему-то Не делал этого протас Вместо этого протас вот так вот пешочком просто прошел Двумя адептами на мейн Еще шесть адептов тем временем варпаются Пока Донг впереди, парабам И, вы знаете, плетки у него уже достроились Очень похоже на то, что Донг стабилизировал ситуацию Сейчас единственное, что ему осталось Это не умереть в лоб от этих адептов Все-таки учитывая то, что если королевы По идее он в этой схватке побеждает Хотя адептов реально очень много Ну и вот так вот просто через атаку Хаш дерется против этих роучей и квин И будет телепортироваться? Нет Видимо пока не будет Еще адепты варпаются У Хаша восемь гейтов, как мы видим И, конечно, если бы не те потери по экономике Если бы не тот шикарный дроп зерлингов от Дон Грейгу То расклады сейчас были бы совсем другими Расклады были бы, я думаю, в пользу протаса Ну а так вроде бы Донг с этими адептами справляется Более-менее Да, снова отменяет телепорт Хаш Просто дерется в лоб И роучей тут таки намного больше Особенно с помощью ДПС от королев Получается довольно просто отбиться у Дон Грейгу Ну и все Отбился он от этого улына Отбился от улына соперника с масс адептами Донг тут же достраивает рабов У него рабов существенно больше, чем у соперника Я теперь даже не знаю, на что ставка у Хаша Потому что просто сидеть и дальше Варпать адептов с покерфейсом он явно не может Третий инэкшес у него даже не заложен Но это GG, в общем, тут Я думаю, дальше никакой интриги нет Потому что Донг просто вот сейчас придет И соперника снесет раучи реведжерами Против которых у Хаша есть всего лишь Один пилон оверчадж Да, несколько адептов Ну и еще сделает его варпать, не знаю зачем Да, это, конечно, победа Донга Победа, которая была добыта во многом На уверенной обороне в начале И, конечно же, на дропе зерлингов Конечно же, на дропе зерлингов Который сейчас, судя по всему, попытается повторить Донг И попытается закончить эту игру Именно забеганием зерлингов Да, вот так вот в минеральную линию Ну, у Хаша уже, естественно, пора признавать свое поражение Напомню, что это P105 То есть это пока не конец для процесса CGN Но игра на самой зерковской карте ему точно не удалась GG 2.1 Дон Грэгу вновь выходит вперед Но я так понимаю, что Хаша в следующем сете ждет еще одна его протасовская карта Его ждет карта Orbital Shipyard Поэтому у него будет хорошая возможность сравнять счет во второй раз подряд Спрашивает, что за бред адептами с роучами драться Но мне кажется, вы не очень хорошо представляете себе Насколько это может работать Потому что, на самом деле, при определенных соотношениях Количество роучей и количество адептов Адепты роучей вообще могут разорвать и не заметить И я вам больше того скажу Если бы это были не террасы Приона То вполне может быть Ну, то есть, точно такая же карта, но без золотых баз Давайте так сформулируем То вполне может быть, что такая атака бы удалась Как бы странно она не выглядела Но, в целом, учитывая то, как много было роучей Я с вами соглашусь Это действительно Более логичным решением было все-таки Не лезть в лоб А попытаться как-то развести соперника Но Хашу это не удалось И таким образом счет становится 2-1 в пользу Донга Ну и мы с вами отправляемся в четвертый сет Естественно, на карту Orbital Shipyard Которую выбирал далее протас И этот самый синий протас CG Anthos Hash Появился справа сверху на этой карте Он же Бонг еще во времена Брудвара Игрок команды CG Anthos И 21-летний профессионал Который играет против чемпиона GSL Чемпиона Intel Extreme Masters И чемпиона MLG Дон Грайгу 24-летнего прогеймера Очень опытного игрока Который во втором StarCraft Начал побеждать Уже в 2011 году Кстати, вы знаете, что когда-то давным-давно Во времена бета-версии Wings of Liberty Дон Грайгу играл за протаса Причем довольно на неплохом уровне Насколько мне известно Ну по тем временам То есть он был одним из лучших протаса в Корее Но в какой-то момент Все-таки переключился на зерга И окончательно и бесповоротно это сделал Кстати, а по поводу Бонга Я даже не знаю За какой раз он играл в первом StarCraft Но я рискну предположить, что это были тоже протасы Потому что это наиболее банальный вариант Но может быть Может быть на самом деле это не так Черт его знает Так вот, CG Anthos, раса протас, да За протасов действительно играл Бонг И в первом StarCraft может быть с ним тоже есть там какие-то Интересные истории связанные Но простите, Бонг Игрок немного не того уровня За которым я следил В Брудваре Поэтому о нем вам каких-то суперинтересных историй Рассказать не могу Вот опять же единственная действительно Примечательная особенность Которая с ним связана во втором StarCraft Это то, что Он просто Очень хорошо играет PvP При том, что довольно средне играет PvZ и PvT И на пролиге его, как правило, используют тогда Когда ждут На какой-то карте именно протасов Ну, по крайней мере, так было в Heart of the Sform Я не знаю, что там будет дальше В Legacy of the Void Окей Давайте пока смотреть, как на Orbital Shipper У нас будут развиваться события Стандартные опенинги Снова Дон Грайгу поставил две хаты до пула На протасовской карте Он как будто бы говорит нам Мол, ну, эти карты такая имба Что я не вижу смысла играть Просто как-то сейфово Я лучше вот так вот возьму И поставлю две хаты до пула Умру от адептов Очень плохо Не умру от адептов и оракулов Здорово, у меня две хаты до пула У меня замечательная экономика Можно даже на протасовской карте играть и побеждать В целом, кстати, довольно логичный подход Куда более логичный, чем может показаться изначально Прошу прощения, звук игры включил Поскольку вот в такого рода опенингах В принципе, если протас не слишком сильно настаивает на харассе адептами То можно вообще ничего не потерять и выйти в большой плюс Но вот сейчас уже ничего не потерять не удалось Один раз Дон Грэйго отдал позицию И вместе с позицией отдает пять дронов Причем дальше телепорт Но вот телепорт крайне неудачный получается для протаса И адепты так своим черепашим таким Черепашими шажками пытаются уйти от зерлинга Видимо, пытался выманить таким образом королев На себя хаш Но в итоге мы видим, что спорки по-прежнему у Донга Каким-то своим Донговским таймингом Причем далеко не идеальным Я не знаю, ну вот серьезно, я понять не могу Что мешает инвестировать трех дронов в эти чертовы спорки Чтобы не отдавать пять При том, что спорки все равно строить придется Ладно бы, оракул это была такая штука Которую ты один раз вызвал, потерпел И все И больше никогда не нужно будет о нем заботиться То есть спорки можно не ставить, если ты вытерпел Но елки-палки, оракул это такой юнит Который еще вернется к тебе один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз И спорки все равно придется ставить Все равно Поэтому единственное, что ты можешь выиграть Ты можешь выиграть чуть-чуть майнинг тайм от одного дрона Там какие-то жалкие гребаные 40-50 минералов Но при этом ты можешь отдать 5-6 дополнительных дронов Ну не надо жадничать Я понимаю, если есть две королевы на какой-то одной локации Хорошо, это нормальный оборон Но у тебя ж не 6 королев Ты ж не можешь все три базы одновременно прикрыть Не жадничай, поставь 3 спорки Не знаю, не очень понятна мне такая логика донга Вот сейчас видите, даже два оракула прилетели Но на двоих они забрали только двух дронов Потому что есть паровая колония И это еще даже при том, что королева была не совсем на позиции То есть спорки со своим огромным ДПСом Безусловно, очень серьезные проблемы у ораковом создают И даже если кажется, что Да, вот протас все равно, наплевав на спорку Там может прилететь, выжечь дронов Это кажется На пофиг, прям под споровыми колониями На раз-два Это не так просто сделать Даже профессионалам Я уже молчу про какой-то там Земной ладдерный уровень На котором это вообще не особо возможно Ухаж, я так понимаю Верен своему билду Вообще, как бы 4 сета Один и тот же билдордер Он плюс-минус выбирает в начале Нет, ну не в 4 сетах, конечно, были террасы приона В 3 сетах из 4 у него один и тот же билдордер Вот этот через апгрейд плюс 1 на атаку Блинг, там вар призму 6 гейтов и так далее, и так далее Но вот что касается зерга То здесь весьма интересный вариант развития событий Потому что снова гидродены Хаш может подумать, что это вновь будут люркера Как и на Руинах Серса Как и на Даск Тауэрс Но на самом деле сейчас совсем другой вариант игры От Дон Грайгу Он делает очень много гидролисков с апгрейдом На дальность атаки И еще и делает апгрейд на скорость овером Ух ты, елки-палки Что такое? Ну может тут, конечно, апгрейд на скорость овером Делается не для того, чтобы там Какие-то масс-дропы предпринимать Но В целом интересная комбинация апгрейдов И посмотрим, какой сейчас Вариант реализации вот этих грейдов Выберет Дон Грайгу То есть понятно, что он сейчас пойдет вперед Это абсолютно очевидно Поскольку Ну, как бы ему уже Строить дронов дальше особого смысла нет Он ставит четвертую базу И должен попытаться отменить четвертую базу соперника Ну вот апгрейд на скорость с суверлордом Это такое очень забавное дополнение Которое при определенных раскладах Сейчас можно было бы интересно использовать Представляете, какой-то масс-дроп гидры Сейчас такой В продакшн к сопернику на мейн А? Было бы здорово Но боюсь не в этой вселенной пока Потому что в этой вселенной Мы видим, что морфится люркер Ден И все равно, видимо, собирается Донг Переходить люркер Хотя, может быть, он сам пока не знает Во что собирается переходить после этой атаки Потому что там и шпиль, и люркер Ден Вот во что захочет, кто и перейдет Это, знаете, самый верный способ Как сделать так, чтобы тебя не Чтобы твой план, да Твои задумки не прочитали А просто не продумывать ничего, да Несколько минут вперед Тогда тебя точно не прочитают Ну или прочитают какую-то хрень Которая совершенно не обязательно соответствует действительности Ведь ты сам не знаешь, что еще будешь делать Как-то очень вяло там Дон Грайгу Я вижу, отбивается от дропа адептов Ну и вот двойной дроп зердлингов Такой вариант Выбирает Дон Грайгу В это время он отдал дома почти десяток дронов Но сейчас он явно собирается нанести сопернику даже больше урон Разделил армию на три части Донг Обратите внимание Там слева готовится Какая-то забеганница Гидролистки отдельной группой ходят Вот это забеганница Не знаю Не туда, по-моему Планируется Ну и, конечно, дроп Конечно, дроп на натурал Который, впрочем, Донг не спешит сопернику показывать Донг чего-то ждет У него, смотрите, как много денег Сейчас в любой момент Либо заказ люры, либо заказ мута Вот, чего именно Я затрудняюсь сказать Сейчас Донг пришел драться Ну, понятно, ради чего Ради того, чтобы просто отвлечь соперника Он начал это сражение Потому что В планах у него вот этот дроп И понятно, пока соперник там отвлекается на драку В это время его дроп будет разводить Стандартный довольно прием от Донга Теперь вопрос только в том, что он сам должен отбиться от атаки соперника Это не факт, что будет так уж просто сделать Потому что Тут довольно серьезная тосовская армия У него есть доварп на варпризму И у Донга Ну, как-то очень вяло там строятся люркеры Пока только один люркер есть К тому же Клюре на этот раз хаш готов очень здорово У него и архоны тут есть И чарльзилоты, и имморталы в большом количестве Надо зафокусить варпризму Зафокусить варпризму надо бы Донгу Но пока он с этой задачей не справляется Отдает хэтчере люркера еще Отдает вот так вот фактически на ровном месте В итоге вроде бы варпризма остается в живых И это означает, что остается потенциал у протаса для контратаки Потерял протас рабочих очень мало Как я вижу, у него там по-прежнему 65 пробок Поэтому дроп, мягко говоря, не удался Ну и единственной проблемой протаса, вероятно, было то, что у него не было с собой Апсервера, или он был, но был уничтожен Так или иначе протас, в принципе, добился всего, чего хотел Снова он очень здорово принимает войска соперника Но тут тонкая такая гидра, которая под силотами разваливается в хлам Очень слабый состав армии Дон Грайгу И, судя по всему, это 2-2 Потому что Донг сейчас откуда ни возьмись не достанет армию Которая будет намного сильнее текущей Ну и Хашу достаточно просто отменить сопернику четвертую слева Или просто прийти убить его в лоб Не знаю, одно из двух Оба варианта будут работать очень здорово Но у Донга прям совсем слабый лимит У протаса тут 200 Куча денег еще в запасе Да, зелками он вот так вот здорово отменяет сопернику четвертую Буквально одним забеганием Действительно незачем туда идти всей армии Как наверняка я бы сделал в этой ситуации Ну и дальше Хаш опять начинает играться В такую интересную старкрафтерскую игру Реализуй преимущество как можно сейфове На деле эта игра нередко превращается в Отдай выигранную игру, как настоящий красавчик Но не в этом случае Потому что Хаш все-таки не только старгейты с флипбиконом Ставит дома и апгрейд на шторм делает Он и в атаку идет В атаку прям на третью базу соперника И конечно Дон Грайгу признает свое поражение GG, счет становится 2-2 И теперь судьба путевки в GS или CODES решится На карте Лерилак Крест На карте Лерилак Крест будет последний и решающий сет этого поединка Посмотрим, что там сможет противопоставить сопернику Хаш Пока четко вот Чуть более зерговские карты берет Донг Чуть более протасовские берет Хаш Причем, заметьте, одинаково уверенно Не было пока ни одного сета В котором, ну вот прям Такая супер упорная, супер напряженная борьба Была там до последних секунд Не было понятно, кто победит Нет, спокойно Донг получает, реализовывает преимущество Спокойно Хаш получает, реализовывает преимущество Пока Действительно, вот фактор карты играет очень серьезную роль Спрашивают, почему он не строил Роучи Ну вот так вот, видимо, хотел больше ДПС Или Я не знаю, боялся Массы Морталов с двух роботиксов Которые Роучи действительно выносит очень быстро Какая-то была, наверное, логика у Донграягу своя Которую нам тяжело понять Ну что ж, мы отправляемся на карту Лири Лак Крест Где в решающем и последнем сете При счете 2-2 Сойдутся Сиджи Энтус Хаш Протос, который появился Давайте-ка посмотрим, где Потому что я простигал самое начало Справа внизу на карте Лири Лак Крест И красный зерг Донграягу Без команды Который появился, соответственно, слева-сверху Небольшой оргмомет нужно было выяснить Все, я теперь снова целиком и полностью в игре В игре, которая подарит нам все-таки Такую, весьма зерговскую карту Какая разведка, ни хрена себе Вы видели вообще профессионала? Приехал просто четко Аверлорда спалил Аверлорда, который Летел Слева-сверху Направо-вверх Это как вообще он так сделал? Он проехал здесь, проверял овера Потом проехал там, проверял овера Конечно, если бы Донг оказался слева внизу То хаш остался бы в дураках Но разведка, конечно, профессиональная Прям такая Ух Молодец Молодец, хаш Здорово Так вот, у нас кросс-респауны Так что снова вполне зерговские расклады Для хаша это очень неприятно Но ничего не поделаешь Придется плясать под дудку соперника Который снова ставит две хаты до пула Причем довольно интересные две хаты до пула Не вот там, где нам сейчас показывают А там респауни, который вроде бы поближе К мейну, к натуралу А вот там вот аж на локации на 9 часах То есть Довольно далеко Интересный вариант игры от Донграйгу Ну а что касается хаша То у него уже заказан Старгейт И Старгейт вот так вот в стенке на натурале То есть Прятать его хаш не будет Хаш, видимо, снова по плюс-минус одному И тому же Билдордеру будет играть Ну не факт, конечно, что снова Блинк Но как минимум вот этот опенинг Два адепта, оракул Менять он, похоже, не собирается Хаш наконец-то нашел третью базу соперника Явно его в недоумении оставила Как раз отсутствие третьей базы На дефолтной локации Донграйгу, обратите внимание Сразу 10 лингов построил Чтобы точно не умереть от двух адептов Но самое главное ему все-таки спорки поставить Вот я не знаю Если через 20 секунд Донг Не заложен по споровой колонии На хотя бы первой и второй базе То это будет абсолютно идиотским решением По мне, ну то есть Снова умирать от оракулов, что ли Это в кайф Разведал Донг одним зерлингом Еще и там немножко похарасил соперника Еее В споровые колонии пошли, парни Эй Донграйгу, кажется, не хочет все-таки Еще раз Наступать на грабли Которые, повторюсь, он сам себе лично Разбрасывает Прям вот перед собой На своем пути На этот раз вот, видите Вроде бы все Хорошо, то есть на двух базах Из трех спорки На третьей базе две королевы Вот это я понимаю Это совсем Другое Вот, вот, вот так, да Умница Еще и третью королеву там построю Вот так это и должно работать, да И что сделал оракул? Давайте-ка посмотрим Сколько у него киллсов Один у него киллс И уже пробит до оранжевых хитпоинтов Вот так вот Говорят, не зря же Это тест Донграйгу Нет Тест Донграйгу Это совсем не та история Ну, сейчас я буду говорить Наверное, словами Которые все равно не поймут 80% наших нынешних зрителей Но для тех, кто смотрит Нашу рубрику еще 2011 года Я все-таки уточню Что тест Донграйгу Это не просто наличие Споровых колоний На каждой базе В случае угрозы Это наличие Споровых колоний В глубоком макро Это вообще Появился еще этот термин Появился в Винкс оф Либерти Когда никаких оракулов не было И через Фениксов Играли далеко не все Речь шла о том Что постоянно Зерги попадались Вот на какой-то там Десятой, пятнадцатой Минуте игры На том, что Протас в макро Ставит Дарк Шрайн Отправляет по Дарку На каждую базу И нигде нет споровой колонии И чаще всего На этом попадался Именно Донграйгу Поэтому Это как раз Наличие спорок Ну и желательно Все-таки Санок Хотя с этим Это конечно Опционально Наличие спорок В макро игре На каждой базе Чтобы не умирать От дарков Вот что такое Тест Донграйгу Ну а так Донграйгу Действительно Смог Наконец-то Справиться с Оракулом Пока Потерял только Двух рабочих Одного на Оракуле И одного на Адептах Ну и Пожелаем ему В общем Ну дальнейших Успехов Минус один Оракул Кстати уже Для Протаса Адепты отменили Телепорт И вынуждены Отступить Вот видите Как только Зерк Серьезно Занялся своей обороной Все тут же Становится у него Замечательно Оказывается Ведь можно Не терять рабов На Адептах И Оракулах Оказывается Даже при двух хатах До пула Просто не надо Фигней страдать Вот так вот Это вот Выглядит Кстати сейчас Я не согласен С решением Донга Возвращаться назад Чтобы перехватывать тени Понятно что Отменил бы просто Этот Ну точнее Не отменил бы Этот телепорт Хаш Если бы Донг Побежал вперед И попытался бы Адептов окружить Но тогда Адепты просто Оказались бы На половине карты Дона Грейгу Он смог бы вернуться И снова с ними Посражаться Поэтому мне кажется Что лингами Тут нужно было Бежать вперед При любых раскладах Но Донг Виднее все равно Как бы поймать Этих адептов Это не самое Важное занятие Для зерга А ракул Отчаянно Пытается еще Хоть что-нибудь Хоть Где-нибудь Забрать Хоть Каких-нибудь Рабиков Но пока Не очень здорово Выходит Ревелэйшн Зато был использован И сейчас Прекрасно Видит Хаш Томорфица У соперника Люркер Дэн Снова возвращается Дон Грейгу К тому варианту Который мы видели На картах Даск Тауэрс И Руины Сероса Это будет играть Через быстрых Люркеров И Лирилаки Такой вариант игры Особенно хорош Потому что Можно просто Запирать На трех базах Можно запирать Просто на трех базах Окопавшись Вот там На спуске С натурала Окопавшись В районе Камней С третьей базы Так что Это в целом Хорошая идея При этом Очень много Роучей строится То есть Сейчас Дон Грейгу Экономит газ Который он Расходовал Очень активно На гидролисков В том же Прошлом сайте И морф Люркеров Будет очень серьезным Тут мы видим Сразу 7-8 люркеров Может позволить себе Донг Лимит есть Газ есть Все есть Но вот только Он заказал еще Апгрейд на Дальность атаки Гидролиском Сразу Довольно спорно Мне кажется Учитывая то Что тут прям Тайминговая атака Я бы даже Осмелился Сказать Что это Неправильное решение Потому что Я вообще Не вижу тут Гидролисков Например Весь газ Можно было Инвестировать В люркеров Ну У Донга Есть свой взгляд На вещи Может быть Он окажется Верным И гидролиски Еще скажут Свое веское слово Как раз Когда доделается Апгрейд Посмотрим А пока Давайте смотреть Как будет Отбиваться От варпризмы Дон Грайгу И что он будет В это время Делать Во лбу Куда Как раз Сейчас Приходят Люркеры Хаш откровенно Не в той позиции Находится Хотя Было бы здорово Ему как-нибудь Напасть С двух сторон Безусловно Конкретно Здесь Сейчас Он еще И в Соплайблоке Оказывается Ой-ой-ой-ой-ой Соплайблок Для протаса У него Вот-вот Будет готов Шторм И это Хорошая Новость Но Мне кажется Это новость Ничто По сравнению С тем Что у него Соплайблок И он не может Свою тысячу Минералов Нормально Потратить Бегом Бегом До варпы Делать Какая нахрен Вообще Варпризма Ну Абсолютно Забеем Хаш Совершенно Не тем Занимается Чем должен Пошла Атака От Дерга Штормы Неплохие Очень хорошие Штормы По итогу Но Боюсь Что этого Просто Не хватит Потому что Хаша Тупо Мало И у него Опять же Тысяча Минералов Тысяча Газа Сейчас Вот посмотрите Посмотрите На это 900 на 800 У кого нет Нормального До варпа У Хаша Нет нормального До варпа А почему У него нет Нормального До варпа А потому что А Саплайблок Бенни Достаточно Гейтов С Еще Зачем-то Поперся В четвертой Мексис Сейчас Хотя тут Нужно было Тайминговой Атаке Отбиваться Сейчас Пф2 Клику И призма Прилетела Уже И оракул Прилетел Но Все это Уже Слишком Поздно И Дон Грайгу Заканчивает Пятый сет Своей победой Вот такой Вот Тайминговой Атакой Причем Там опять Видимо Переход Маталисков Готовился Да 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 Вот Маталиски Уже заказаны В общем Это один в один Билдорда Дон Грайгу Из Карты Руины Сероса Ну и в итоге В принципе Все как Мы предсказывали В предматчевой Аналитике В группе Кореи 2-0 Да Дон конечно Фаворит Но не настолько Прям явный Как казалось Букмекером Это не должен Был быть Разгром И по итогу Мы видим 3-2 Причем Честно говоря Как-то вот Совсем безнадежно Выглядел Протас В тех сетах Которых он Проиграл И в свою очередь Безнадежно Выглядел и Дон В тех сетах Которых он Проигрывал Многое решалось Уже в начале Игры Ну а здесь Начало В кои-то веки Получилось Абсолютно Равным Но конечно И с отсутствием Серьезного Доварпа С тем что у него Тысяча на тысячу Оказалось В решающий момент Когда собственно От него требовалось Только хорошее войско Хашу естественно Не хочется выходить Его последний шанс Зацепиться за путевку Выше дивизион Корейского Старкрафта Но этот шанс Уже растаял Его уже на самом деле Не существует И Донгу Конечно Как и любому Зергу Как и например Мне в этой ситуации Посади меня за клавиатуру И мышь Донга Не составит труда Довести игру до победы Джи Чи Дон Грэгу Даром что без команды Выходит В GSL CODES Высший дивизион Корейского Старкрафта